Том 4 в двух книгах. Книга 2, 1898 год. Беседа на книгу Бытия. Беседа 42 на Бытие, 18-16. Во вчерашнем чтении мы видели возлюбленное великое гостеприимство праведника 459. Сегодня, продолжая далее, узнаем опять о силе любви и сострадательности правца. Всякий добродетель достигал у этого праведника высшего совершенства. Он был не только любвеобилен, не только странно любил и сострадателен, но и все другие добродетели являл в себе с избытком. Нужно ли тебе представить пример терпения? Ты найдешь, что он достиг здесь крайней высоты. Или пример смирения? Опять увидишь, что и здесь он ни от кого не отстает, но скорее всех превосходит. Нужно ли показать веру? И в этом отношении он опять прославился более, чем кто-либо другой. Его душа в живых образах представляет в себе различные виды добродетели. Какое же найдем мы для себя оправдание, когда один этот человек имеет в себе все добродетели, А мы так пусты сами в себе, что не заботимся ни об одной. Ведь мы бедны добрыми делами не от того, что не можем, а от того, что не хотим делать добро. И ясным этому доказательством служит то, что много из подобных нам по природе людей сияет добродетелями. Да и то самое, что правитель, живший и прежде благодати, и прежде закона, Сам собой, при помощи одного естественного разума, достиг такой степени добродетели, Это самое лишает нас всякого извинения. Правда, может быть, кто-нибудь скажет, что этот муж пользовался особенным попечением от Бога, И что Господь всячески являл о нем дивное промышление. Действительно так, и я это признаю. Но если бы со своей стороны он сам предварительно не сделал того, что от него зависело, То не мог бы и от Господа пользоваться таким попечением. Итак, не смотри на это одно. То есть Авраам видел над собой такой дивный промысел Божий. Но в каждом обстоятельстве его жизни, обратив внимание на то, Как предварительно сам праотец во всем проявлял собственную добродетель, И затем уже удостаивался благоволений и помощи от Бога. На это я не раз обращал ваше внимание. Так, при переселении его из Отечественной земли, Не получив от предков никаких семян благочестия, Он сам собой показал себе великую любовь к Богу. И затем, лишь только переселившись из Халдеи, И тотчас получив повеление идти из своей земли в чужую, Он не поколебался, не стал отлагать до другого времени, Но немедленно исполнил повеление, И не зная даже того, где окончится его странствование, Стремился к неизвестному, как к известному, Почитая выше всего повеление Божие. Видишь, как с самого начала, Он сам первый делал своей стороны то, что было нужно. И затем уже следовало каждый раз обильное воздаяние благ от Бога. Таким же образом и мы, возлюбленные, Если хотим пользоваться благоволением свыше, Поревнуем правоцу и не будем уклоняться от добродетели, Но усвояя себе каждую из добродетелей, Будем подвязаться в ней с таким усердием, Чтобы не дремлющее свыше око Преклонить к воздаянию награды. А ведущий сокровенное помышление наше, Как скоро видит, что мы являем в себе здравый ум, И усердно подвязаемся в добродетели, Немедленно и от себя подаст помощь, Облегчая для нас труды, Укрепляя немощь нашего естества И подавая нам щедрые награды. Ничего подобного ты не найдешь на олимпийских состязаниях, Там учитель борьбы стоит, Оставаясь только зрителем борцов, И ничего другого не может сделать, А только выжидает, На чьей стороне будет победа. Не так, Господь наш, Он сам помогает нам, И руку свою простирает, И с нами вместе борется, И как бы сам, Со всех сторон одолевая противника, Придает его в наши руки. Все делает и устрояет так, Чтобы мы могли устоять в борьбе И одержать победу. И он, Вас заложить на главу нашу неувидаемый венец. Венец благодати сказанной, Ты примешь. Притч 1.9. Венец, получаемый после победы На олимпийских состязаниях, Состоял не в ином, чем, Как в лавровых листьях, Рукоплесканиях и народных кликах. И все это с наступлением вечера Увидало и погибало. А венец за добродетелей труды, Ради ее, Не есть чувственный, Не разрушается, Как все прочее, В этом мире. Это венец неизменный, Бессмертный, Пребывающий во все веки. Труд только на короткое время, А воздаяние за труды Не имеет конца, Не уступает силе времени, Не увядает. И чтобы вам убедиться в этом, Вот посмотрите, Сколько лет и сколько поколений Прошло с того времени, Как жил правотец Авраам. Однако швенцы его за добродетель Блистают так, Как будто только вчера Или сегодня начали блистать. И до конца мира он будет Служить к назиданию Всех благочестивых людей. 461. Итак, имея в лице патриарха Такой пример добродетели, Будем подражать ему. Вспомним, наконец, Хотя поздно, Своё достоинство. И подражая правотцу, Подумаем о своём спасении, Приложим всякое старание, И чтобы тело, Не только наше было здорово, Но чтобы и душа исцелилась От разнообразных её недугов. И недуги души нам ещё удобнее Уврачевать, чем болезни тела, Если только мы захотим Быть воздержанными и бодрствовать. Так, если нас возмущают, Какая-нибудь страсть, Но мы благочестивым умом Представим себе Будущий день страшного суда, И будем иметь в виду Не настоящее удовольствие, Но последующее за ними мучение, То страсть Сотчас отступит от нашей души И оставит её. Не будем же беспечны, Но зная, Что нам предстоит подвиг И борьба, И что нам нужно быть готовыми на брань, Постоянно будем сохранять свой дух Крепким и бодрым, Чтобы, пользуясь помощью свыше, Могли мы стереть главу лукавого зверя, То есть, я разумею, Наветника против нашего спасения. Там Господь обещал нам это, Говоря, вот даю власть вам Наступать на змеев, скорпионов, На всякую силу вражин. И так умоляю, Будем бодрствовать, Чтобы, шествуя в добродетели, По следам этого правца, Могли мы удостоиться таких же, Как он венцов, Успокоиться в лоне его, И избегнув вечного огня, Удостоиться будущих Неизреченных благ. А чтобы придать вам больше ревности И возбудить вас к подражанию Этому праведнику, Начнем опять беседу к вашей любви О событиях его жизни, Какие следуют по порядку. И так, После того щедрого гостеприимства, Ценного не по качеству Или по количеству ястов, Но по усердию, Господь принял с благоволением Бродушия праведника, Тот час и воздал ему За страннолюбие. Между тем, Про отец узнал, Кто был пришедший, Каково ему могущество. И когда странники Вознамерились устремиться Оттуда на разрушение Содома, Последовал за ними, Провождая их, Как сказано. Посмотри теперь, Как человека любил Господь, Какое он делает Снисхождение праведнику, Оказывая ему честь, И вместе с тем, Желая обнаружить Всю добродетель, Сокрытую в душе его. И встали те мужи, И отошли. Оттуда отправились К Содому и Гаморре. Авраам же пошел С ними проводить их. Это сказано об ангелах, Потому что здесь, В куще Авраама, Явились вместе и ангелы, И Господь их. Но потом ангелы, Как служители посты, Были на погубление тех городов, А Господь остался Беседовать с праведником, Как друг беседует с другом, О том, Что намерен был сделать. И так, Когда ангелы ушли, Говорится в Писании, Сказал Господь, Утаю ли я от Авраама, Раба моего, Что хочу делать? Какое великое Снисхождение Божие! И как эта почесть, Оказанная праведнику, Превосходит всякое слово. Смотри, Как он беседует С праведником, Точно как человек С подобным себе человеком, Показывая нам этим, Какой честь Удостаиваются от Бога, Люди добродетельные. А что бы ты ни подумал, Что столь великой почесть Праведнику Есть дело единственное Благости Божией. Смотри, Как Божественное Писание Научает нас, Что праведник И сам собой Заслужил такую честь, Полным послушанием, Исполняя повеление Божие. Именно Господь сказал, Не утою от Авраама, Раба моего. Не тотчас, Однако же, Говорит о том, Что имело быть. Иначе следовало бы ему Прибавить и сказать, Что он намерен Придать огню Содом. Впрочем, Нужно обратить внимание Еще и вот на что. Потому что Не надо бы наставлять Без внимания Ни одного слова, Ни одной черты Во всем том, Что заключается В Божественном Писании. Сколько думаешь Почести В этих самых словах Авраама, Раба моего. Какая любовь, Какое благоволение. В этих-то особенно словах Оказывается все преимущество И вся честь праведника. Потом, Как я уже упомянул, Сказав не утою, Не тотчас прибавляет И говорит, Что будет, А что? Чтобы мы знали, Что не без причины И не напрасно Он показывает Столь великое Попечение О правце. Господь говорит, От Авраама Точно произойдет Народ великий И сильный И благословятся В нем все народы земли. Ибо я избрал его Для того, Чтобы он заповедовал Сынам своим И дому своему После себя Ходить путем Господнем, Творя правду И суд. И исполнит Господь Над Авраамом Все, Что сказал о нем. О, Какое великое Человеколюбие Господа. Так как после этого Он намерен был Сказать о разрушении Содома, То предварительно Ободряет правца, Возвещая ему Величайшее благословение, То есть, Что он будет В народах Великим. А вместе с тем Показывает ему, Что такую награду Получит он За свое Благолюбивое Сердце. Подумай же, Какова добродетель Правца, Когда сам Бог Говорит ему, Ибо Знаю И заповедую Сыновьям Своим Заповедовал И дому Своему После себя Ходить путем Господнем, Творя правду И суд. Вот великое Воздаяние За добродетель. Не за то Только, Что получает Правотец Награды, Что сам Подвязался В добродетели, Но удостаивается Щедрого Воздаяния И за то, Что заповедал Те же добродетели Своим Потомкам. Таким образом, Он и на будущее Время для всех Сделался Наставником. Потому что, Кто первый Полагает Начало И начинает Дело, Тот будет Виновником И того, Что впоследствии Произойдет От этого Дела. 463 Видишь Благость Господа. Он награждает Праведника Не только За добродетели, Уже совершенное, Но и За ожидаемое Еще в будущем. Ибо знаю, Говорит, Что заповедует Сынам Своим И дому Своему После себя Хотить путем Господнем, Творя правду И суд. Я, Говорит, Наперед, Знаю Намерение Этого Праведника И предупреждая Его Воздаянием. Так Господь Знает И сокровеннейшее Наше Помышление. И когда Видишь, Что мы Желаем Должного И показываем Себе Здравомыслие, То простирает К нам Свою руку И награждает Нас Прежде Трудов Наших, Возбуждая Нас Этим К большей Ревности. И это Можно Видить В жизни Всех Праведников. Зная Слабость Человеческой Природы, Он, Чтобы мы Не упадали Духом В тяжких Трудах. Часто Среди Трудов Подает Нам И помощь, И награды, И труд Наш облегчая, И ревность Усиливая. Ибо Зная, Говорит, Что он Заповедует Сынам Своим Сохранять Пути Господни. Не только О нем Предсказывает, Что заповедует, Но и о сынах Его, Разумеется, Ака и Акова, Что сохранят Пути Господни. Пути Господни, То есть Повеления, Заповеди. Творит, Говорит, Правду И суд, То есть Ничего Не предпочитать Правде, Быть чуждым Всякой Неправды. Это Есть Величайшая Добродетель. И за Это Должно Было Совершиться Все, Что Возвестил Ему Господь. Думаю, Впрочем, Что он Имел Ввиду И другое Нечто, Когда Говорил, Авраам Жа Будет Великий По Многих Как бы Так Сказал Он Ты Возлюбивший Добродетель, Повинующийся Всем Моим Повелениям И оказывающий Всякое Послушание Ты Будешь Сильный И Благословляться В твоем Народе Все Народы Земли А те Беззаконные Живущие В стране Содомской Все Истребятся Потому Что Как Добродетель Служит Средством Спасения Для тех Которые В ней Подвизаются Так Порог Бывает Благословением И похвалами Возбудив Праведника Большему Неразновение Веры Бог Начинает Открывать Ему Свои Судьбы И Говорит Вопль Содомский И Гоморский Велик Он И Грех И Тяжел Он Весьма Сойду И Посмотрю Точно Ли Они Поступают Так Каков Вопль На них Восходящий Ко мне Или Нет Узнаю Страшное Изречение Вопль Говорит Содомский И Гоморский Хотя Вместе С этими Городами Стреблены Были Некоторые Другие Но Так Как Это Были Славнейшие То Господь Об них В особенности И Упомянул Смотри Как Возросло Там Зло Великое Множество Не только Вопля Но и Неправды Потому Что Слова Вопль Содомский И Гоморский Умножился Означает Я думаю То Что Вместе С Известным Несказанным И Незаслуживающим Никакого Прощения Беззаконием Они Оказывали Многие Другие Неправды Сильнейшие Восстали На Слабейших Богатые На Бедных И Так Сказано Не только Велик Вополих Но и Грехи Их Необыкновенные Какие Нибудь Но Великие И Великие Весьма Они Выдумали Неизвестное Да то ли Беззаконие Изобрели Противоестественно Непотребные Смешения И Были Так Наклонны К злу Что Все Были Исполнены Всякого Разврата И Уже Не Показывали Впредь Никакой Возможности Исправления Но Должны Были Подвергнуться Совершенному Истреблению Страсти Их Сделавшись Не Цельными Уже Не Принимали Никакого Врачевства Однако Вразумляя Весь Род Человеческий Что Хотя Бо Грехи Чьи Либо Были Весьма Велики Известны Но Ненадобно Произносить Над ними Приговор Прежде Нежели Представиться Очевидные Доказательства Господь И Говорит Сойду И посмотрю Точно Ли Не поступает Так Каков Вопль На них Восходящий Ко мне Или нет Узнаю Что Это За Приспособление В словах Сойду Увижу Неужели Бог Всяческих На место Нет Да Не будет Не то Он выражает Но Как я уже Часто говорил Чувственным Образом Выражения Он хочет Вразумить Нас Что Надо Иметь Великую Осторожность И Согрешивших Не осуждать Только По слуху Не Произносить Без Заказательств Приговора Да Слышим Это Все Ведь Не Одни Только Восседающие На судилищах Обязаны Соблюдать Этот Закон Но И Каждый Из Нас Никогда Не должен По одному Пустому Навету Осуждать Ближнего Потому Впоследствии Блаженный Моисей Вдохновленный Духом Святым Увещевал Говоря Не внимай Пустому Слуху Исход 23.1 И Блаженный Павел В послании Зывал А ты Почему Осуждаешь Брата твоего Римлянам 14.10 И Христос Давая запасть Ученикам Своим И Поучая Народ Иудейский Книжников Фарисеев Говорил Не судите Да Не судимы Будете Для чего Говорит Он Прежде Времени Похищаешь Достоинства Судьи Для чего Предупреждаешь Тот Будущий Страшный День Судьей Хочешь Быть Будь Судьей Над Самим Собою И Над Своими Прегрешениями В Этом Тебе Никто Не Препятствует А Между Тем Ты Грехи Свои Таким Образом И Справишь И Забывая О себе Ты Восседаешь Как Судья Над Другими То Нечувствительно Собираешь Сам Себе Только Больше Бремена Грехов Так И Мы Умоляю Вас Будем Всячески Избегать Осуждения Ближних Хотя Ты Не И 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 Виновным В Грехе Когда Не И 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 Видишь Превосходство Добродетели Не Только Не Не Принимал Давид Того Что Наговаривали Ему На Других но и отгонял хотевшего клеветать на брата. Итак, если и мы хотим уменьшить свои грехопадения, будем всего более заботиться о том, чтобы не осуждать братья наших, а вымышляющих клеветы на них не допускать к себе. Или еще лучше, отгонять их от себя по примеру пророка и совершенно от них отвращаться. Это же, думаю, выражает и пророк Моисей словами. Не принимай, не внимай пустому слуху, потому что и в настоящем случае к пользе душ наших Господь всячески их употребил такой чувственный образ выражения и сказал «Сойду, посмотрю». Как же иначе? Уже ли он не видел? Не ведал? Уже ли не знал всего множества грехов? Уже ли не разумел совершенной неисправимости впавших в грехи? Но он показывал такое долготерпение, как бы оправдываясь заранее перед теми, которые после захотели бы бесстыдно обвинить его, то есть недостатки долготерпения правосудия, обличая их легкомыслие и великую скудость в добродетели. А может быть не для того только он поступил так, но и для того еще, чтобы дать праведнику случай, показать сострадательность и силу любви к ближнему душе его. Итак, ангелы, как прежде сказано, отправились в садом, а правотец стоял пред Господом. И обратились мужи оттуда и пошли в садом. Аврам же все еще стоял перед лицем Господа и подошел Аврам и сказал «Неужели ты погубишь праведного с нечестивыми? И с праведником будет то же, что с нечестивым». О, дерзновение праведника! Или лучше, о, сострадательность души! Он в избытке сострадательности даже как бы сам не разумеет, что говорит. И Божественное Писание показывает, что он употребляет ходатайство свое с великим страхом и трепетом говорит. Приблизился Авраам и сказал «Неужели погубишь праведного с нечестивым? Что ты делаешь, блаженный правотец? Разве Господь имеет нужду в твоем ходатайстве, чтобы не сделать этого?» Но не будем так думать. На самом деле Авраам не говорит так, как будто бы Господь действительно хотел это сделать. Но не дерзая прямо говорить о своем племяннике, он приносит общую мольбу за всех, желая с прочими его спасти. А с ним и других избавить от погибели. И вот он начинает ходатайствовать и говорит. «Может быть, и есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь всего места сего ради 50 праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя судья всей земли, поступит ли неправосудно?» Смотри, как в самом ходатайстве своем он высказывает свой благочестивый дух, исповедует Бога судьею всей земли и признает справедливым, что праведный не должен гибнуть вместе с нечестивым. И благосердный и человеколюбивый Бог склоняется на его моление и говорит. «Сделаю так, как ты говоришь» и принимает твое ходатайство. «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город, все место сие». Пятидесяк говорит праведникам, если найдутся дару и спасение прочих, и прошение твое исполню. Тогда праведник, почувствовав смелость и пользуясь человеколюбием Божиим, идет дальше в своей просьбе и говорит. «Я решился, вот, владыка говорит, я прах и пепел. Может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти, неужели за недостатком пяти ты истребишь весь город?» Он сказал, «Не истреблю, если найду там сорок пять». «Не суди меня, Господь», — говорит он, «так как будто бы я не знаю самого себя и переступаю границы, позволяя себе столь великое дерзновение. Я знаю, что земля есть, и пепел, но, как это я знаю и ясно разумею, так небезызвестно мне и то, что велико твое человеколюбие, что ты богат милости и хочешь и всем человеком спастись, сотворив людей из небытия. Уже ли ты захотел бы когда-нибудь погубить их, уже существующих, если бы невелико было множество грехов их? Поэтому опять прошу и умолю, что если пять будет не хватать, неужели погубишь? «Если найдется сорок пять, не погублю», — говорит Господь. «Кто по достоянию восхвалит Бога всяческих за такое долготерпение и снисхождение? Или кто довольно умложит праведника, получившего такое дерзновение?» Авраам продолжал говорить с ним и сказал, «Может быть, найдется там сорок?» Он сказал, «Не сделаю того и ради сорока». Потом, как бы страшась, долей испытывать неизреченное долготерпение Божие и опасаюсь, чтобы не показать уже приступающим границы и не зайти своим ходатайством дали надлежащего и говорит, «Да не прогневается, владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там тридцать?» Так как он видел, что Бог преклоняется к милосердии, то уже не понемногу стал уменьшать. Любая еще не на пять, а на десять число праведных, продолжает таким образом свое ходатайство и говорит, «Если найдется там тридцать?» От угрожающий ему казни, как будто сам должен был подвергнуться такому же осуждению. Авраам сказал, «Вот я решился говорить владыке. Может быть, найдется там двадцать?» Он сказал, «Не стереблю ради двадцати». Выше всякого слова и всякого ума такая благость Господа. «Разве кто из нас, живущих среди бесчисленных зол, произнося суд над подобными себе людьми, показал бы такое снисхождение и человеколюбие?» Но праведник этот, видя какое богатство человеколюбие Божие, еще не останавливается и говорит опять, «Да не прогневается, владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там десять?» Он сказал, «Не стереблю ради десяти». Испытав неизреченное долготерпение Божие и опасаясь, как бы дали уже не подвигнуть на гнев против себя, того, перед кем ходатайствовал за других, правочица говорит, «Не прогневайся, владыка. Не безрассудно ли я поступаю? Не показываю ли чего бесстыдного? Не сделаю ли дело достойного осуждения? Но по Твоей великой благости прими от меня еще одно моление. Если там найдется всего лишь десять, видите ли, все снисхождение Господа. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Видите ли горячую любовь праведника? Понимаете ли теперь, какова сила людей, подвязающихся в добродетели? Если найдутся, говорит Господь, и десять праведников, ради их всем дару и прощение грехов. Итак, не правда ли я сказал, что все это происходило с целью не оставить никакого предлога к нареканию тем, которые стали бы бесстыдно рассуждать об этих событиях? Ведь есть много безумцев, имеющих язык необузданный, которые хотят порицать суть Божьей, говорят, почему сожжен Содом. Они, то есть жители Содома, может быть и покаялись бы, если бы им оказано было долготерпение. Поэтому-то Бог и показывает такое умножение зла и такое оскудение добродетели в таком множестве людей, что нужен был второй, такой же потоп, какой прежде покрыл вселенную. Только ввиду обетования Божьего, такое наказание уже не повторится, Бог употребляет теперь другой род казни, вместе и с Содомлян подвергая наказание, и всем последующим родам подавая в том всегдашний урок. Он, они, говорит, извратили законы естества, вымыслили странное и противозаконное смешение. Поэтому и Бог навел на них необычайный род казни за беззаконие их. И самые недра земли, поразив, то есть, разумеется, бесплодие земли, мертвенность природы, видимые доселе при берегах Мертвого моря, где Содом и Гамор находились и истреблены огнем, и оставив постоянный памятник для последующих поколений, чтобы они не отважились на подобные дела и той же казни не подвергались. Желающий может посетить эти места и видеть эту землю, так сказать, вопиющую и являющие на себе следы казни. Через столько лет так очевидно открывается на ней гнев Божий, как будто казнь поразила ее только вчера или сегодня утром. Поэтому умоляю, вразумимся примером других, видя казнь их постигшую. Но, может быть, иной скажет, что же это? Если они так наказаны, то разве нет ныне многих беззаконующих одинаково с ними и однако же не подвергающихся наказанию? Может быть. Но зато еще тем больше казнь ожидает таких беззаконников. Конечно, если мы не тем, что постигло Содомлян, не вразумляемся и недолго терпения Божия не обращаем в пользу себе, то подумай во сколько раз сильнее воспламеняем мы сами для себя будущий неугасимый огонь и сколь лютого готовим себе червя. А с другой стороны, есть и ныне по благодати Божией много людей добродетельных, которые, как тогда правотец, могут умилостивлять Господа, если мы, смотря на самих себя и видя собственную нашу беспечность, справедливо признаем в мире великое оскудение добродетели, то за добродетели этих людей Бог их, впрочем, показывает долготерпение. А что дерзновение таких людей действительно бывает для нас причиной долготерпения Божия, убедись из того, что в этой самой истории говорит Бог правотцу, если найду и десять, то не истреблю города. И что я говорю десять праведных? В Содоме не нашлось никого свободного от беззакония, кроме одного лота праведного и двух его дочерей. Жена его, быть может, ради его избежала казни в городе, но за свое нерадение подверглась наказанию впоследствии. Ныне по незреченному человеколюбию Божию умножились дела благочестия, и в городах найдется немало людей, могущих умилостивить Бога. Другие же скрываются в горах и пещерах, и добродетель этих людей, хотя бы и немногих, может покрыть грехи многих, потому что велика благость Господа, и он часто ради немногих праведных благоволит даровать спасение многим. Но что я говорю ради немногих праведных? Часто, когда не находит ни одного праведника в настоящей жизни, он умилостивляется над живущими ради добродетеля умерших и возглашает так, защищу город сей, ради меня и Давида, раба моего. 4 Сарс 19.34 Хотя они, говорит, и недостойны спасения, и ничем не заслуживают избавления от напасти, но как свойство мне оказывать человеколюбие, и как я всегда готов миловать и избавлять людей от бед, то ради себя самого и Давида, раба моего, сотворю им спасение. Таким образом, этот муж, Давид, за столько лет прежде представившийся из этой жизни делается виновником спасения для людей, погибавших от собственной беспечности. Видишь ли, человеколюбие Господа, как он чтит мужей, сияющих добродетелью, как предпочитает и противопоставляет их всему множеству прочих людей. Поэтому и Павел сказал, которые скитались в милотях, козьих кожах, тербя оскорбления, лишения, озлобления, те, которых весь мир не был достоин. Весь этот мир, говорит он, со всей вселенной, не имеет равной цены с теми, которые ради Бога проводят жизнь в скорбях, в озлоблениях, в ноготе, в скитальчестве или в пещерах. 470. Итак, возлюбленный, когда увидишь человека, по наружности одетого в бедную одежду, а внутри облеченного добродетелью, не уничижая его за наружность, но наблюдая душевно его богатство и внутренний свет, и тогда увидишь в нем отовсюду блистающий добродетель. Таков был блаженный Илья. У него была только одна милочь, но в его милоте имел нужду и порфирою облеченный Ахав. Видишь ли отсюда Ахавову бедность и богатство Ильи? Смотри же, какое различие и в могуществе их! Милость Ильи заключила небо, остановила поток дождей, и одно слово пророка было как бы узами для неба, так что в продолжении трех лет и шести месяцев не было дождя. А облеченный порфиру и диадемой ходил ища пророка и не мог получить никакой пользы от своей столь великой власти. Но смотри, как человека любил Господь, как скоро он увидел, что пророк подвигнутый ревностью и великим рвением навел столь великую казнь на всю землю, то чтобы и сам он не подвергся бедствию от этой казни и не пострадал подобно нечестивым, говорит ему, встань и иди в сарепту Сидонскую, ибо там я повелел жене вдовице пропитать тебя. И всташ пошел, замечая, возлюбленный благодать Духа, и вчера вся беседа наша ограничилась страннолюбием. Вот и сегодня эта страннолюбивая вдова заключит наше слово. И пришел, говорится, в гдовице и нашел ее, собирающую дрова, и сказал ей, дай мне немного воды испить. Она послушалась и говорит ей опять, сделай мне опресники, и я поем. А она затем открывает крайние свою бедность. Лучше же сказать, невыразимое богатство, потому что усиление бедности показало величие богатству. Она сказала, ничего нету, рабы твоей, как только горсть муки в катке и немного масла в сосуде. Я и дети сидим и умрем. Жалостливые слова способны преклонить и самую каменную душу. Нам не остается уже, говорит она, никакой надежды спасения. смерть при дверях это только одно и осталось у нас для поддержания жизни. Да и то едва ли будет достаточно для меня и для детей моих. Что было возможно, я сделала воды подала, но чтобы мы знали странолюбие жены, этой великую силу веры в праведнике, смотри, что случилось, когда пророк узнал все это, то чтобы открыть нам добродетель жены, потому что Бог сказавший, я заповедовал жене пропитать тебя, сам в этом случая действовал через пророка, говорит к ней, сделай сначала для меня и я поем, и тогда для детей своих. Слушайте это, вы, жены, окруженные в изобилии богатством, вы истощаете свой избыток на множество вещей бесполезных, и среди всех ваших наслаждений не хотите бросить двух овалов нуждающимся, или кому-либо из добродетельных мужей, терпящих бедность ради Бога. А эта жена не имела ничего другого, кроме горсти муки, и ожидала по своему рассуждению вскоре видеть смерть своих детей, но услышала от пророка, сделай сначала для меня, и тогда себе, и детям твоим, и не огорчилась, не стала медлить, она тотчас исполнила приказание, научая всех нас предпочитать рабов Божьих собственного успокоения, и не оставлять без внимания таких благоприятных случаев, а помнить, что за это будет нам великое воздаяние. Посмотри на эту вдову, она за одну горсть муки и немного елея приобрела себе неистощимую житницу, ведь после напитания пророка ни горсть муки, ни чвани с елея не оскудевали у ней, тогда как вся земля гибла от голода. Дивно и поразительно так же и то, что она в то время не имела нужды трудиться, а постоянно имела готовую муку и лень, не нуждаясь ни в земледелии, ни в работе валов, и не знала никакой другой заботы, но у ней все очевидно происходило сверхъестественно, и тогда как царь, обреченный диодемою, был в безвыходном положении, под гнетом голода, бедная вдова, сама лишенная всего, стала жить в постоянном изобилии за то, что приняла к себе пророка, поэтому и Христос сказал, принимающий пророка во имя пророка, примет награду пророка. Ты видел вчера, каких благ удостоился правотец, показав с великим усердием щедрое гостеприимство? Посмотри на эту жену седонскую, которая вдруг приобрела неизреченное богатство, когда слово пророка, державшее во власти свое небо, сделало для нее неистощимыми горсть муки и чванец Елея. 472 Будем же подражать ей все мы, и мужи, и жены. Желал бы я возбудить вас в подражании ревности и добродетели пророка, но это вам покажется выше сил ваших, хотя и он был человек, облеченный подобно нам плоти, и имел одинаковую с нами природу, а удостоился благодати свыше за то, что все от него зависевшее сделал с избытком и более всего возлюбил добродетель. Итак, будем сначала подражать по крайней мере этой жене сарепской, а потом мало-помало дойдем и до подражания пророку. Будем подражать ее страннолюбию, и никто не ссылайся на свою бедность. Как бы ни был, кто беден, не может быть беднее этой жены. Она имела пищи только на один день, но и в таком состоянии не усомнилась исполнить просьбу праведника, а показала великое усердие, и зато получила скорую награду. Таковы-то дела Божии. За малое Бог обыкновенно дарует многое. Скажи, пожалуйста, что она и настолько ли пожертвовала, сколько потом получила? Но Господь наш обыкновенно ценит не количество приносимого, а усердие душевное, при котором и малое становится великим, и наоборот, великое часто уменьшается, когда делается не с радушной готовностью. Таким образом и вдова, упоминаемая в Евангелии, когда многие много полагали в сокровищницу церковную, положив две лепты, превзошла всех, не потому, что больше других жертвовала, но потому, что показала свое усердие, от всей души. Иные, сказано, от избытка своего делали это, она положила все, что имела. Будем же мы, мужи, подражать по крайней мере женам, и не покажем себя хуже их, будем заботиться не о том, только чтобы все свое достояние тратить на собственное удовольствие, но позаботимся и о презрении нуждающихся, и это будем делать с усердием и удовольствием. Земледелец, бросая в землю семена, делает это не с скорбью, а с радостью, весельем и с такой уверенностью оставляет в земле свои семена, как будто видит уже самые снопы. Так и ты, возлюбленный, не смотри на то, что получает от тебя бедняк и в какие издержки тебя вводит, но представляй себе, что иной принимает из твоих рук тот, что ты делаешь для бедного, стоящего перед тобой, и этот иной непростой какой-нибудь человек, но владыка всяческих, Господь всех, Творец неба и земли, и твои издержки становятся приобретением и не только не уменьшают твоего имения, но еще более умножают, если только делаешь это с верой и радостным усердием. Скажу о самом высшем благе, кроме других приобретений от таких издержек, подается тебе отпущение грехов, а что может сравниться с этим благом? Итак, если мы желаем обогатиться истинным богатством, а вместе с богатством получить и прощение грехов, то передадим имущество свое в руки нуждающихся, перешлем его на небо, где ни вор, ни разбойник, ни злодейство, раба, ни другое, что не в состоянии повредить нашему богатству. Страна-то выше всякого подобного зла, только будем делать это не из тщеславия, но по заповедям Божьим, стараясь не от людей приобретать похвалу, а от общего всех Господа, иначе издержки понесем и приобретения лишимся, потому что богатство, переносимое на небо руками бедных, делаясь недоступным для всех других наветов, может быть погублено одним тщеславием. Как здесь моль и червь вредят одежде, так богатству, собранному на небе милостыню, вредит тщеславие, потому и умоляю, не только будем творить милостыню, но и с осторожностью будем творить ее, чтобы за малое получить великие блага, за тленное и нетленное, за временное и вечное, и чтобы кроме всего этого возмогли мы получить и отпущение грехов, и вечное неизреченное благо, которое расподобимся наследовать всем и благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому Отцу слава со святым и животворящим духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.